Всем привет, друзья! Я нашел и протестировал лучшие схемы иностранного ютуба от Тим Гулита, от А9 Скиллз, от Джембо, Инцептьона и Нах Визи. А также покажу бонусную схему для камбэков от Тим Гулита. Все эти люди делают первый ранг викинг лиги, поэтому схемы 100% топовые. Но что эти схемы показали в руках среднего игрока, вы узнаете в этом ролике. Всем приятного просмотра. Ну что, вот таким составом я отыграл крайнюю викинг лигу. Эта схема использовалась только для перестроения. Остальные схемы были заготовлены у меня в своей тактике, к которой мы сейчас и перейдем. Но перед тем, как продолжить, хочу вам порекомендовать Кирилла Кострова, лучшего продавца монет в СНГ. Ведь у него лучший курс, быстрая доставка, а также гарантия от бана. Кроме покупки монет, вы сможете также их продать. Ну или, например, купить любую игру, любую подписку на любую вашу платформу. И буквально на днях Кирилл Костров запустил новый сервис по сборке из бычей. Если тебе в падлу собирать какие-то сборки, или у тебя нет на это времени, то переходи по ссылочке в описании, Кирилл Костров соберет тебе 100 пиков, 200, 400 паков, что угодно вообще абсолютно. Короче, все для FIFA, это Кирилл Кострова. Начнем мы сразу с хорошей схемы, с уникальной даже схемы. Да, это 4-3-2-1, самая обычная, самая базовая, кажется вам, но по задачам тут что-то невероятное. Ну как минимум непривычное. Эту схему сделал Нахвизи, но так как его не особо кто-то знает, эту схему пропиарил ютубер с 300 тысячами подписчиков, который заявил, что у этой тактики есть свой искусственный интеллект в атаке. И я с этим полностью согласен. Но сначала о тактике, потом уже об игровых моментах. Баланс, ширина 46, глубина 68, баланс прямой пассы, ширина 59 в нападении. Игроки в штрафной 6, угловые 2, штрафные 2. По задачам, вратарь выходит на навесы и либера, правый защитник остается сзади при атаке забегания, левый защитник присоединяется к атаке, также забегания. Дальше переходим к ползащите, и тут советует сам разработчик схемы, так сказать. На левого центрального ползащитника ставить игрока с финесом или шведой, потому что он всегда оказывается на позиции, с которой может пробить ее. Но даже если такого игрока у вас нет, то он будет постоянно открытый для пасса, и вы сможете спокойно через него играть. Просто ставим сюда скиллового парня, грубо говоря, более атакующего, потому что у него задача забегать вперед. ЦОП тут должен быть с пасом, чтобы он мог вырезать передачу на Жорзинью, на Вернера и так далее. У меня Абердорф, у нее есть длинный пас, мне этого достаточно. Она остается сзади при атаке, закрывает центр. Ну и Зидан чисто на балансе, закрывает центр, очень часто подключается в атаку, поэтому в идеале, наверное, ставить игрока бокс-то-бокса, как говорит владелец этой кастомки, но в то же время у него стоит там Зико. И он как бы не жалуется, но он же говорит, что здесь лучше ставить кого-то более оборонительного. Но про что я говорил, что эта схема реально с другой атакой, тут немного непривычно. Если вы привыкли видеть здесь, в этой схеме, то что тут перестройка в 4-4-2 идет, то тут все не так просто. Потому что Вернер у нас на балансе, забегает за защитников. Малин остается в центре, остается впереди, забегает за защитников. И Жорзинью остается в центре и возвращается в защиту. То есть по логике вещей, схема вообще не такая, как обычная типичная 4-3-2-1. Буквально вот эти пару изменений в указаниях игрокам реально сделали свое дело. Мы начали этой схемой в Викенд Лигу и выиграли 5 из 5 матчей. По классике начнем с плюсов этой схемы. И первый плюс это угловые, правильное количество делений, которое позволяет хорошо навешивать. И очень часто они проходили и даже забивались голы. Также в плюс идет игра в обороне. Потому что за первые 2 игры я не пропустил вообще ни одного мяча с моей плохой игрой в обороне. В третьей игре пропустили только Финеса Дзидана. Считай футбольного тоже мы ничего не пропустили. Ну и в четвертой игре сам тупанул и пустил 2 дотипнейших гола. Уверен, были бы у меня руки поровней, этих голов бы просто не было. В атаке мне абсолютно все понравилось. Все идеально было. Вернер и Мба. Чарльтон тоже постоянно врывался в штрафную. Зидан это просто вообще мощь. Постоянно помогал. Идеальный вариант. Как я говорил ранее, у автора схемы стояла вообще там Зика. Так что мы даже в плане обороны подусилились. Для меня это нужно было. Но если у кого-то есть Зика, то можете попробовать. Я думаю, в любом случае, по словам автора, сильно схема не просядет. Левый защитник тоже хорошо помогал в атаке. Все время мы обостряли. Все время мы забивали голы. И даже в самом последнем матче. В пятой игре, где нам попался абсолютный реальный человек, который умеет играть в игру. Я все равно его этой схемой взял и дожал. Потому что схема хорошо прессингует. Хорошо атакует. И без сильной ошибки она не пропустит гол. Я отыграл еще спойлер. Все свои товарки. Вот этот кубок фэнтези. 20 побед сделал спокойнейшим образом. Может пару матчей проиграл. Но это опять же не вина схемы сто процентов. Но схеме однозначно ставлю пять из пяти. Пробуйте сто процентов. Это одна из лучших схем. Серьезно. Именно с этими указаниями. Следующая схема у нас от Джимбо. 100 тысяч подписчиков. И она больше для любителей пяти защитников. Лично мне, спойлер, не очень зашла эта схема. Но потому что я не самый такой вот любитель вот этих вот пяти защитников. И я пробовал эту схему ранее. Она мне не очень нравилась. И сейчас даже с кастомками от хорошего игрока, который советует эту схему, мне не очень понравилось. Но я отыграл также пять матчей. Поэтому вам скажу свое мнение. Расскажу как эта схема собирается. Здесь полный баланс. 44-65. Баланс прямые пасы. 45. Ширина в атаке. Игроки в штрафной пять. Угловые два. Штрафные два. 5-2-1-2. Ну и по задачам баланс у вратаря. ЦЗшники на балансе. Кройки присоединяются к атаке и забегают. Центральные полузащитники. Один остается сзади при атаке. Левый, да, закрывает центр. Другой баланс закрывает центр. ЦАП остается впереди, замыкает на Су штрафную. И два форварда остаются в центре и забегают за защитников. Что лично мне не хватило в этой схеме, да, я скажу. Первый минус, который прям очень заметен, это то, что крайки стоят в основном АФК. В защите они помогают, а в атаке они где попало? Они прям стоят возле линии аута, их даже не видно на карте. Это, скорее всего, из-за указаний и забеганий. Но я ничего не менял, максимально старался вжиться в роль киберспортсмена. Но я просто понимал, что не хватает им того, что они делают. Мне не хватало вот этого развития в атаке. Постоянно только Вернер, Малин в атаке. И все. Также, соответственно, между ЦП было много пространства. Они как-то шире идут и пас толком не отдать. Казалось бы, в центре игроков достаточно, но они куда-то убегают. В атаке было реально мало моментов, потому что реально мало количества игроков в атаке. Крайки подключаются через год. Возможно, этой схемой надо прям катать. И тогда все будет гуд. Но все мы хотим налегке отыграть. И вот эта схема, наверное, не чтобы играть налегке. Про оборону вообще молчу. Не знаю, в чем беда. Возможно, из-за того, что ЦЗ сдвигались на фланг. Когда крайки проваливались, да, когда убегали в атаку. В это время проседал центр и шла передача туда, и мы пропускали гол. При том, что, опять же, я повторюсь, помощи от крайков как таковой в атаке не было. Просто они как бы убегали немного вперед, оставляли зоны, и все, в общем-то. Я, честно, этого прикола не понял. В общем, как-то этой схемой сделали две победы из пяти с горем пополам. Кому реально интересно, я оставлю ссылочку в описании на этот ролик. Оригинальный, может, там что-то почерпнете с переводчиком. Но эта схема явно не для меня. Дальше у нас идет схема от Тим Гулита 4-2-3-1. Самая классическая схема, наверное, которую реально много людей играет. Икон говорит, это best of the best схема. То есть, лучшая кастомка 4-2-3-1. Тут есть пару моментов удивительных, достаточно и, в принципе, схема рабочая. Баланс, 46 ширина, глубина 72. Розыгрыш мяча по балансу, голевые моменты по классике, прямые пасы. Ширина нападения 62, игроки в штрафной 6, угловые 3, штрафные 2. И идем в задачи. Вратарь на балансе, ЦЗшники на балансе, крайки остаются сзади при атаке, забегание. И вот что удивительно, 2 ЦПшника у нас закрывают центр и все. Они не остаются сзади при атаке, они закрывают центр и все. И, в принципе, это неплохо играло, неплохо работало. Цапник остается впереди, лап и пап возвращаются в защиту, замыкают навесу в штрафную. И Тима Вернер забегает за защитников и все. Интересное указание, немного необычное в какой-то степени, и этим даже интересно. Это очень хорошая формация, прям очень хорошая. Я уверен, если вы с прямыми руками, вы справитесь еще лучше, чем я. Я сделал ей 3 победы, в 2 матчах просто не везло. И, наверное, вот для 5 побед мне не хватило то, что ей надо прям катать, разгонять. В общем, хорошая киберспортивная схема. Где-то, возможно, мне не хватило опыта при игре с ней. Потому что это одна моя из самых нелюбимых схем, к которой я пытаюсь привыкнуть. Но вот из тех схем, которые играл в этой фее, именно 4-2-3-1, именно из вот этих кастомок, это самое приятное. По крайней мере, по этим матчам, я так скажу. Ну и опять же, тимгулиты бы не разобрали бы плохую схему. Они реально прорабатывают, реально показывают хорошие тактики. И попробовать ее точно стоит. Ну и крайняя схема от А9Skills. 4-1-3-2. Схема действительно хороша, ее оставил у себя даже пока что в кастомках. Баланс. 47 ширина, глубина 71. Баланс, прямые пасы. 47 ширина, игроки в штрафной 6. Угловые штрафные по двоечке. По задачам вратарь на балансе, как и центральные защитники. Крайние защитники остаются сзади при атаке, забегают. Опорничек остается сзади при атаке, закрывает центр. ЦП закрывает также центр. Крайние полузащитники возвращаются в защиту и замыкают на А9S в штрафную. И два форварда остаются в центре и забегают за защитников. Эта схема, как пропагандирует сам автор, очень защитна. Но для меня лично эта схема не понравилась тем, что она реально идет как оборонительная. Но по сути, я очень сильно терял центр. Из-за моих обрезов просто сразу случались какие-то провалы в защите. Но опять же, это сугубо моя вина. Человек делает ей первый ранг. И я ей сделал тоже неплохой результат. Эта схема, по факту, играла против самых сильных соперников. Потому что я играл ей последнюю очередь. И хоть в первых двух матчах мы и проиграли, потеряли шанс на 14 побед. Но после этого спокойнейшие, просто идеальнейшие три победы. Хоть они и мало что решали. Что меня в ней больше всего бесило, то что крайки остаются сзади. То, что если ЦАП убежал вперед и случился обрез, у вас один опорник, которым нужно правильно уметь обороняться. Из-за чего я не всегда так и успевал правильно возвращаться и контрить ЦОПа. Из-за этого, в принципе, я и пропускал. Также и в атаке бывало, что бежит один защитник туда. Мною лично разогнанный, да, через Аладдин. Тот же Вернер. А остальным просто пофигу. Веники. Ну, как бы потому что надо немножко все-таки разгонять эту схему. Но опять же, это все дело практики. Но это все из-за указаний, опять же, возвращений в защиту. Это вот сугубо из-за этого. Для меня 4-4-2 является более классической схемой. Не особо отличается. Если вы хороши в защите, можете ее попробовать. Но, как заявлял автор, что он не очень в защите. И именно эта схема в защите для него хороша. Даже после некоторых моих пересмотренных моментов, я даже где-то с ним соглашусь. Так как мне реально не везло в первых двух играх. И там игра была на равных. И, к сожалению, мне реально чуть-чуть не хватило скилла и опытности, наверное, в этой схеме. Как раз вот к последним трем играм я прям вот почувствовал ее. И надо было, наверное, еще поиграть. Ну и бонусная схема камбэка Тим Гулита, которую вы так долго ждали. 4-2-4. Для самых душных соперников, которые просто берут 1-0. Ведут и тянут, тянут, тянут в конце матча. Ну и для того, чтобы, естественно, вы отыгрались. Постоянный прессинг, 50, ширина глубина 100, быстрый разыгрыш, прямые пассы, ширина 50, 10-4-4. По задачам все базово просто. Присоединяются к атаке забегания оба крайка. Сазешники остаются сзади при атаке, вратарь Либера. Для того, чтобы, когда у нас убегали защитники вперед, если был какой-то навес, пас в разрез так называемый. Вратарь взял, выбежал и почистил зону, как Нойер. Два ЦПшника у нас абсолютный баланс, потому что им нельзя уходить отсюда, как сам говорил. Тим Гулит, так скажем. Форварды только остаются впереди. И ЛФА, и ПФА остаются впереди, сбегая от защитников. Я не особо использовал эту схему, но два раза, когда ее использовал, я отыграл 1-0 в конце матча. Сразу, моментально, после того, как я ее включил, спустя пару минут. И в другом матче я также отыграл один мяч. Она в двух моментах зарешала, и, я думаю, зарешает и у вас. Просто попробуйте. Вам это ничего не стоит, а если вам понравится, то еще спасибо скажете. И Тим Гулиту, и мне в комментариях. На этом все. Итоговый результат Викет Лиги 13-7. Одной победки все-таки не хватило. Уж слишком много разнообразных тактик было. Но не беда. Мы нашли очень крутую схему 4-3-2-1. Нашли 4-1-3-2, в которой, возможно, я тоже смогу еще выиграть много чего. Ну, а вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Тут часто выходят ролики по схемам, которые вновь оживляют вашу игру после всяких различных патчей от E-Sports. Так что подпишись, ставь колокольчик. Ну, а с вами был Лемур ФК. Всем пока, всем удачи, всем пока.